господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 775 события дня даниила 1127 потому что конец еще отложен до времени за 26 января 2018 года ну вот спрашивает меня тут собирал один тут хорошим плотником называется ролик составил посмотрел все хорошо название вами смонтированных роликов будет одно и то же меня все будут только номера и я так назвал их псалом 2013 из луков твоих пустишь стрелы в лицо их юрий соболев понравился этот ролик игнатий тихоныч раньше его не видел вот это называется салон 101 3 в день когда воззову к тебе скоро услышь меня господи были еще дальнейшие беседы с этим человеком сеник александр показалось он-то и выступал в фильмах там и все юрий соболев пишет к слову к чипам вживлением в мозг и прочим православным фобиям то есть страхом вот грядущие у нас лекции уважаемые слушатели лектория приглашаю вас на встречу с партнереем геннадием фастом 7 и 8 февраля 2018 года 18.00 в краевой научной библиотеке и состоятся библейские беседы на темы богомудрия разум искусственный интеллект и образ божий в человеке эволюционирующий эволюционизирующий примат и генной инженерия язык чуть не сломал сергей игнатов мировые мужи и братья судьба александра сеника не единична у людей которые дарова им богом талант употребили для своей славы не воздав хвалу господу то есть он буквально беснуется и он берег бесится и не знаю что сделать и падение солим по славы было закономерным и привело к размышлению кто виноват и как спасти свою душу ориентиры по которому нужно идти чтобы не сбился человек с господнего пути ему показаны да укрепить его господь спаси христос александру ерохину благодарность за игру на гитаре и хорошую песню но хорошо бы наконец исполните такое повеление бога нашим православным мужам братьям не портит края бороды своей это то некоторым учит народ слову божию как алексей осипов то с католиками сектантами а своим внешним видом лицом подчеркивает пренебрежение к повелению бога о бороде конечно это не смертный грех то брить бороду то но все же это проявление своей самости а не выполнение воли нашего бога на вот она не смертный грех тогда вирусалим ты не пустил давид у кого бороду были обриты наполовину а так мы не смертно да и ладно обойдется иван артюшкин евгений кремену счет это евгений кремену не знаю мужчина женщина ли одно время слушала владимира головина но после этого видео для чего был этот рассказ непонятно тут что-то указано какой посмотрел до конца с первых минут тоже не нравилось а остальном очень даже ничего не примеряйте многое к себе и мнение поменяется то есть он начал думать везде что-то преследует там шестерки там и ну и проще то же самое та же самая беда и вот что-то сделают с мозгами ему подсадили везде следят вот это фобия то и есть виктория пишет добрый день папа в очень тяжелом состоянии у нас только плохо что не может уже не есть не пить только лежит и хочет успеть попрощаться с нами но еще паспорта не готовы сказали в лучшем случае ждать еще две недели слезно очень прошу сильных молитва тяжело болящим рабе божьем петре чтобы ему уменьшилась боль и господь продлил жизнь спаси господи а то виктория кому звонили нет уверен или живой никто не знает но похоже что умер мы сразу помолились о нему на украине они ехать зачем ехать не знаю да будет воля божия во всем и всегда ему не поможешь деньги и стратишь время опасность совершенно незачем это не надо этого делать и помолился и все вот фа вы здрасте гнати тихоныч меня зовут анатолий мать писала вам простите и потерпите на ней она делает но не думает что до самого конца у меня есть только фотографии квитанции оплаты даты я не знаю заказа и прочего скрина сделать не могу ведь это все не я делал но в течение дня постараюсь решить этот вопрос связаться с знакомой и вопросить чтобы она скинула все вам или мне чтобы я вам перестал с последующим диалогом при необходимости то есть о чем речь идет книги они заказали она говорит что фролова там называет какая я посмотрел за зарядил где список тех кто получал книги от нас нету вообще нет поисковик не показывает нигде но это же одно дело когда в моем мире другое дело когда это заказ делает по skype или еще по какой системе там все уничтожается уходит нету нигде нету на сказал не беспокойтесь найдите все покажите квиток что оплатили тогда сверим и это тоже нас касается лорик говорит прослушал человек больной но не смертельно вот это александр сенник всем советую посмотреть прослушать наша беседа с ним было для чего вы посоветовали мне его прослушать что вы видели в нем для меня полезного я пишу что полезное кому и сколько это каждый видит в себе если нет пользы выкиньте или имея 1519 на сие так сказал господь если ты обратишься то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим и если излишешь драгоценное изничтожного то будешь как мои уста они сами будут обращаться к тебе они ты будешь обращаться к ним он сказал попов олег вот лорик то ясно спаси господи вот пишет название не могу даже прочитать что-то там накрученное такое вот до чего не нравится мне это спаси христос игнатий тихоныч я обязательно всегда смотрю ваши выпуски как раньше сериала по телевизору смотрел но время идет и господь от лжи отводит и телевизор я больше не включая все телевизоры отнесены на помойку ибо это зло ящик пандоры сатанинский самые нужные видеобеседы домашнего спасения я постоянно скачиваю на компьютер и папка уже пополняется больше ста штук видео пока не получается выйти скайп так как положено свет камеры то и приходится только так печатать сообщение в данный момент я пока не приобрел качественно себе веб-камеру то и испытывает трудностями и деньгами но как только заработаю деньги куплю себе веб-камеру сразу же выйду на прямой диалог вопросы и ответы благодарю вас игнатий тихонович за ваши непосильные труды и видео с уважением александр город ноябрьск даже трудно поверить что веб-камеру работать будут деньги получил ну ну какая же это цена-то до 2 дня не поел и камеру купил сохранил там на дни сухари перейди галина в леске псалом 191 господу возвал я в скорби моей он услышал меня господи избавь душу мою от усы лживых от языка лукавого она называет видеоролик у нас назывался об этом синикам вот с таким воззванием к небу перед храмовыми ступенями советую входить в храм новеньким да и и нынешникам тоже чтобы не подцепить либо продлить как кух заразу от говорящих людей а если входить без молитва до крестного знамения немощнейшей своей плоти в сетевой круг этой же заразы это означает то что веру имеешь с микрон пост молитва терпение десятилетиями бывает и так но ты ползи за христом православный брат замари сатану да первый раз смотрела ваш диалог с александром сенеком и только что второй раз от корки до корки это я посоветовал внимательно изучила а почему для диалога на благовестие вы моя академия учусь вас с романом малышом и александром сенеком модного каретиста из днепропетровска понимаю заметила как врач что у александра сенека шейный отдел позвоночника заблокирован у борцов спортсменов это часто мозг же начинает питаться скудно это серьезно имею даже предложение к нынешникам то в деревню в глушь в саратов для начала по схеме интересов и нн чип друзья бог вот если закрепят свое и нн это поселение это с отсутствием любой связи с миром это к лет десять тогда по воле бога и схемы бытия встанет с головы на ноги бог друзья чип и нн это проказница и нн тема гуляет по волховствующим православным более двадцати лет да больше больше 50 я еще в армии был это все уже распространялась уже паспорта жгли знаю по себе кресты маркером на штрих кодах кое-где еще встречаю себя в доме и тихо улыбнусь поджав губки прости наш бог меня была еще на первом курсе православия ты ж меня из ребра творил а сейчас где александр сенек то пишет звонит эх украина ридно матер напали на тебя мародеры да мародеры бесы роман малыш то был в теплое время трудом занят но со многим успел обмолвиться о своем федорином горе был у меня с ним коротенький разговор называют таких сырыми православными как роженица сырая после родов так и новенькие православные ходят на раскоряку а вот по времени в пути и сколько куда знать то нам не дано один бог сердцевидец и знает факт он приехал потеряевку с этой заразой а зимой на селе отдых вот и прорвался гнайвник то он же активист трудяга а сообщением живым духовным то в деревеньке напряг без обидок я тоже люблю рому ныне ты ром звезда эфира молитва ему помогаю три плюса сколько энергии брат сливает сеть с такими волхво направлениями а клетки его тренированного трудом тела требует работы очень а киме да загрузи ты романа малыша трудом то ас считала бы библию учила песни к примеру песнь моисея из книги второзакония 32 1 какая красивая помолиться можем за труженика романа малыша то и да будет воля бога а роман малыш желаю терпения языка обуздания языка обуздания возможно и на многие годы готовлю он сам то хороший человек по типу своему продолюбец осталось правду заменить на правду то есть маленькую с маленькой буквы на большую простите ради христа за каплю уродства но так считаю понятнее надеюсь посылаю всем тепло и любовь и с богом братья как смогла игнатий тихонович поддержала вас не обессудьте какая же ас счастлива это что вас найти помог мне великий бог слава ему и силе его кланяемся благодарим за открытый занавес правды его миротворения аминь если украинцев чипирует или жизнь невозможна для православных таких предательских условиях то почему не выйти таким в россию яко еврея из египта то украинский моисей найдись мой родной племянник славянский по телефону сама слышала бомбежку и говорит приезжайте к нам что вас сделать держит я ему говорю ведь даже работу не дают там сапит жалко все бросить то привыкли любят жаловаться а резко сменить обстановку не хотят ни в мирском ни в духовном плане рахиль за гедулина спаси христос обязательно и всегда смотрю и слушаю от начала и до конца видела когда-то этот ролик и повторяя повторно слушала и услышала вас как по новой спаси христос поделюсь с людьми знакомыми а вы роману малышу послали этот ролик я отвечаю да рахиль слава богу да откроется этому бедолаге истина аминь всегда благодарная вам дочь рахиль я отвечаю матфея 16 24 но тогда иисус сказал ученикам своим если кто хочет идти за мною отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной это я на память говорил ой она горит аминь благодарю а этот фав пишет игнатий тихоныч вот адрес который вам пишут а там пересылает вам всю информацию что вы просили по поводу заказа книг и перевода денег то валентина карцева яндекс ру возможно вам пишет много народу и письма с этого адреса затерялись посмотрите пожалуйста а то покоя никому нету то а вам тем более и отвечаю ну вы же говорили про фами ну а тут карцева а карцева этой запись есть у нас отправлено 23 января 2017 года отследить отправление можно на скайпе 3w . почта . ру по номеру почтового идентификатора 656 3 0 181 482 50 срок предъявления претензий 6 месяцев фав пишет простите игнатий тихонович меня дезинформировали от счастья попросили разобраться что не так то за переживание если оно имело место быть тоже простите в следующий раз если такой будет буду сам курировать человека а то доверил женщине и вот что получилось балаган спасибо что отвечаете оперативно с уважением анатолий владимирович добрый плотник он спрашивает можно или нет мне которые ролики вам отдаю я у себя и горит ставлю тоже горит название дать какие я отвечаю ему это он отвечает мне благодарю вас за ответы и пожелания а название ваших роликов у себя на канале можно изменить и который я монтирую это или придерживается вашего названия посмотрел внимательно ваш разговор с александром седником ваше разъяснение по поводу чипа в его голове полностью на сто процентов совпадает с моим взглядом на это духовное вмешательство беса у меня есть опыт бесед с такими людьми которые слышат голоса в своей голове внешне он хороший ходит в храм много финансово помогает своим племянницам в общем ничего ничем себя не выделяет но только повернешь разговор в духовную область сразу услышишь электроники в его голове и в щипе не сдают мол жить все ломают радио телевизор и так далее это все происходило с дядей родным моей жены запись вашего разговора с седником происходило два с половиной три года назад хотя вы выложили его в 2017 году мне была интересна его судьба нашел его в интернете да он какой-то актер в трех в третьесортных фильмах предлагает свои резюме в москве вот ссылка кстати вы упоминаете в ролике о видео где и как прошло ваше детство то а я вчера именно их и смотрел хочу взять из них тоже сделать ролик там очень красивая погода наверно я пишу ему а в названии можете давать любые соответствующие содержание чистые и объемные это лично ваше дело и ролики люби любые делать даже не вопрошая меня а что было я писал можете прослушать и обязательно от корки до корки эту нашу беседу с александром стенником днепропетровска не пожалеете о потраченном времени только ничего не следует пропускать перескакивать вот его название моя называю из луков твоих пусть и стрелы в лесу их вот такое дело вчера тут не досчитал из книги тайна святых продолжаю церковь русская после собора 1490 года следовала по пути жестокосердия на соборе 1503 года по требованию иосифа володского не принимая во внимание покаяния еретиков присудила их жестоким казнем несколько человек сожгли в клетке в москве одному отрезали язык отвезли в новгород и там сожгли со многими другими подозреваемыми в ереси на соборе 1503 года также восстали святые во главе с нилом сорским чтобы свидетельствовать истину они говорили что не только противно учению церкви христовой убивать заблуждающихся подвергать их светским казням и заточению но и проклинать их нельзя конечно не свое говорили они на соборе а то что дух святой всегда учил в церкви у иоанна златоуста в первом томе его творения есть слово называемое слово о том что не должно проклинать ни живых ни мертвых в этом слове читаем кавычки святые отцы соборов отлучали отвергали ереси но никого из еретиков не подвергали проклятию но и далее святой ян златоуста цитируя святого игнатия богоносца говорит если ты осмеливаешься предавать анафиме кого либо то поступаешь вопреки цели смерти господней и предупреждает суд царя и далее кавычки предающая человека церковной анафиме подвергает себя совершенной погибели присваивая себе достоинство сына божия ибо она прямо совершенно отлучает от христа имея такое верное свидетельство означение анафимы в церкви как назвать соборы на которых кого-либо подвергают проклятию конечно разбойничьими и членов собора стоящих за предание анафиме лютыми волками церкви христовой необходимо точное знание где истинные пастыри и где лжепастыри обвергающие церковь в грех до новой проповеди иосифа русская церковь не только не применяла жестоких мер напротив всячески смягчала жакосердие светских властей летописцы времен иосифа это волоском говорится и после него стараются скрыть эту прежнюю доброту церкви ибо они подпали злому влиянию лжи святого вот иосиф волоский это лжи святой мне никто этого не говорит я первый раз его прочитал биография понял это изверг сталин берия часто они толкует деятельность прежних пастыря в своем духе иногда вставляют фразы в их творение искажающий истинный смысл писания вообще церковная письменность сосредотачивается в волоском монастыре где его родоначальник служит образом дел известно например что митрополит фотий умер в 1436 году в начале 15 века дважды обращался псковичам с просьбой не общаясь с еретиками а однако когда пскове стали убивать еретиков он написал граждан что убивать лютый грех людей то грех иосиф воспользовался увещаниями фотий чтобы утверждать что фотий приказал заключать в еретиков между тем у фотия сказал только не общайтесь с еретиками как апостол учили конечно они приказывали правителям сажать тюрьму то отступивших от истины то а увещевать их с любовью логика иосифа если фотий не велел убивать значит хотел чтобы их заключали в темницу и вследствие этого ересь будто бы прекратилась но почему сам иосиф борется с этой же ересью в конце века и до фотия церковь относилась к еретикам милостиво в 1387 году по просьбе патриарха константинопольского нила святой дионисий епископ суздальский увещевал в новой гаде стрегольников он действовал добрыми мерами и по свидетельству никоновой летописи совершенно прекратил народные мятежи и соблазны в пятнадцатом веке стрегольники появились опять ересь этих новых стрегольников заключалась в том что они обличали не счастливых священнослужителей неудивительно что новгородский архиепископ геннадий так ненавидел еретиков скоро раскрылось его преступления мздоинство при постановлении священников геннадий был отстранен от управления высшей церковной властью что церковь русская в конце пятнадцатого века была еще не вполне духовно ослаблена свидетельствует продолжительная борьба и осипа самим великим князем я нам третьим который сомневался в возможности казнить кого-либо по обвинению в ереси и только в конце жизни как правильно предполагает исследователь княжения ивана третьего великий князь под влиянием страха перед загробной жизнью а иосиф был замечательный мастер внушать такой страх вообще от него усвоено русскими священнослужителями запугивание христиан вечными мухами иван третий стал склоняться чтобы исполнить навязчивую просьбу иосифа то есть гундел и гундел несколько свиданий по этому поводу великого князя сиосифом волоским необычайно показательны вот разговоры князя сиосифом кавычки прости меня очень как митрополит меня простил я знал про новгородских еретиков говорил иван 3 иосифу год государь если ты подвигнешься на нынешних еретиков то и прежний бог тебе простит на этом свидание прерывается страх ивана третьего что он знал о еретиках усугубляется тем что он сам этих еретиков вызвал из новгорода приблизил к себе конечно менее всего ивана третьего можно подозревать в сочувствии жидовствующим здесь только обнаруживается что к еретикам жидовствующим иосиф его признать для своего удобства причисляли не по церковному трафарету не книжно мыслящих то и в особенности критикующие злоупотребление священника священного клира этой критики и сочувствовал и ан третье оттого и призвал к себе из новгорода еретиков его внук иван четвертый на стоглавом соборе уже открыто обречал священнослужителей во многих злоупотреблениях после описанного свидания через несколько время иван 3 опять призвал иосифа и опять стал ему говорить митрополит простил мне государь в этом прощение нет тебе пользы если ты на словах просишь прощения а дело мне ревнуешь о православной вере ответ этому быть пригоже сказал князь а я знал про их ересь после данного обещания иван долго ничего не делал и снова призвавший иосифа обедать спросил как писано нет ли где греха и ретиков казнить иосиф сказал что апостола павла в послании киреям сказано кто отвергнется моисеева закона тот при двух свидетелях умрет кальми паще тот кто попирает сына божий укоряет благодать святого духа интересно о том как иван 3 восприняла это антихристово толкование писание апостола любви иван замолчал говорит ликописец и не велел иосифу более говорить об этом иосиф старался воздействовать на ивана через его духовника я много раз писал к нему иосиф бил челом государю чтобы послал по городам искать еретиков великий князь говорил пошли сейчас пошлю но вот уже много времени прошло он не посылает иосиф представлял в этом письме много примеров из византийской истории когда православные императоры мучили убивали еретиков и убеждал духовника князя доказывать великому князю что нет греха мучить их иосиф победил его на третьем 503 году когда был создан великим князем великий собор на котором еретики были присуждены к сожжению и разным мукам впрочем иосифов дух в деле еретиков восторжествовал только при гнастии романовых при последних рюриковичах ему было еще очень тесно так василий трети иосифу долго пришлось умолять о преследовании еретиков василия и только много времени спустя василий подверг указанных иосифом лиц по жизненному заключению царство нежея ивана четвертого и сына его феодора обошлось без жестоких мер против еретиков на то и иван грозный об этом свидетельствует дело башкина в котором мы говорили на стоглавом соборе иван четвертый обличал злоупотребление священнослужителей особенно коростолюбие иерархов собственников больших земель и многие другие непорядки в церкви но его речи совершенно не касаются борьбы с каким-либо ересями и нет одобрения жестокости с еретиками однако другая мысль иосифа великом первенствующим значение царя и в церкви послужило основанием вовлечь иерархов в борьбу царей с их политическими врагами некоторое время иерархи верные святости древних русских иерархов вели непосильную потому ученическую борьбу с посягательствами царей втянуть их в политическое нечестие таков был митрополит варлаам василий 3 в начале 20-х годов 16 века предложил митрополиту подписать крестоцеловальную грамоту василию шимячину что ему не будет по приезде в москву никакого насилия митрополит варлаам удостоверившись от василия 3 что шимячич будет непременно арестован в приезде в москву отказался подписать эту лживую грамоту тогда великий князь василий принудил митрополита уйти в симонов монастырь а оттуда сослал его в дальний обитель после этого василий самолично без собора епископов назначил митрополитом игумена иосифа волоколамского монастыря даниила преемника и лучшего ученика иосифа волоцкого митрополит даниил подписал грамоту и василий шимячич приехал и был заключен в тюрьму вот интересно не ложь картах вилл пишет как был арестован и ангуста тоже была грамота дана что его не тронут сегизм откажется дал ему а приехал арестовали и сожгли и нисколько они не держат свое слово вот это особо на беда у патриарших служителей почему зарубежники так долго боялись с ними общаться и держат только сказала тут же как будто его и не было рассуждение митрополита даниила здесь было таково шимящич враг великого князя хотя это не было доказано он только подозревался во враждебности враг князя враг государства и церкви значит для блага церкви государства его следует уничтожить и митрополит даниил говорил что помощью святых ему и князю удалось изглавить врага что святая русская церковь видела грех митрополита и василия третьего засвидетельствовал троицкий игумен порфирий муж обычаев простых и в пустыне воспитан в первый же после ареста шимящийся приезд князя в лавру порфирий стал торжественно и смело ходатайствовать за гонимого князя князь василий третий оскорбился ходатайством порфирия но благочестивый и неустрашимый старец сказал на это великому князю если ты приехал в храм при святой троице с тем чтобы испросить себе прощение грехов то будь наперед сам милосерд гонимом без правды вскоре после того порфирий сложил себя сан игумена и удалился на бело озеро а оттуда был взят и посажен в темницу второе знаменитое дело митрополита даниила было разрешение развода великого князя василия с первой женой соломонией и ее насильственное пострижение и разрешение на брак с еленой глинской а между тем как все патриархи которым обращался василий третий то запретили ему этот развод и здесь оправдание митрополита даниила было польза государству и церкви то есть мало что канон не разрешает при живой жене жениться можно ибо василий хотел родить сына наследника престола митрополит даниил начинает с особый новый род русских иерархов которые не только не борется с царской неправдой но старается угодить самодержцу не останавливаясь перед совершением неправды а однако тогда были другие иерархи в начале выступления истинных пастырей церкви было гласно и торжественно но скоро это прекращается ибо цари не внемлют голосу истинной церкви христовой и вот при иване четвертом грозном несколько митрополитов молча оставили капитру не желая участвовать царем взлом на его правление и как последние выступления святых перед царем просияло мужчинистинство святого митрополита филиппа колычева вместе с митрополитом филиппов уходит от русских царей знаменование правды священнослужителями отныне при царях прибывают люди если не явно нечестивцы то такие в уме которых постоянно смешиваются языческие понятия самодержавного правительства с истинными церквами христовой церкви для удобства вместо слова христова церковь постоянно произносится слово православия православие и русско государство государство и православие становятся понятиями почти нераздельными это очень удобно ибо в понятии православия можно втиснуть какое угодно содержание надо сказать что и теперь еще принято в церковных кругах довольно часто подменять слово церковь Христова словом «православие». Это, конечно, хотя и бессознательно, но ошибка, незаметное для себя желание безответственности. Само произнесение слова «церковь Христова» совестит людей, ибо имя Христа «свет» обличает человека, а между тем как «православие» понятие, имеющее ограниченное содержание, отличие от католичества и только давно уже замутнено грехом превозношение. Мы православные, самые верные, неисповедание, а именно превозношение в православии. Одно из характернейших различий новых иерархов от древних – отношение к преступникам. Наши иерархи до Даниила не только ходатайствовали, но иногда и укрывали преступников. Подобно священникам первых времен христианства Греческой империи, закон Феодосия Великого, что священники и монахи не должны укрывать скрывающихся отсюда, взамен дано право убежища. А у нас отношение Феодосия Печерского к преступникам. Смотрите, солнце русской земли. Новый род епископов не только был не способен укрыть, не только не хотел просить за них, но, напротив, иногда доносил правительству и рекомендовал жестокие меры. Церковь русская являет нам поучительнейшую видимость того состояния, в которое впадает поместная церковь. Впитав в себя дух антихристов, когда церковный собор утверждает своим постановлением нечто противоречащее Христовой истине, церковь совершает грех. Если последующие соборы не каются в этих грехах, как покаялись, например, греческая церковь, признав разбойничьим собор, на котором осужден был святой Иоанн Златоуст, то яд сотворенного греха проникает в тело этой поместной церкви и разлагает его. Вот грехи, которые совершила русская церковь и в которых до нашего времени она не покаялась. Собор 1503 года одобрил казнь еретиков. Покаяния-то не было. Собор 1667 года опять одобрил казни. Это раскол. Затем признал, что русский царь имеет высшую власть в церкви. В этом тоже не покаялись. Этот собор предал проклятию еретиков в выражениях, превосходящих даже земное время и постигающих на суд за гробом. Приводим решение собора. Кавычки. Ащи от мирского чина отлучаем и чуждо сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа и проклятию анафеме предаем. Ащи же, кто не вразумится и не возвратится в правду покаянием и пребудет в упрямстве своем до скончания своего, да будет и по смерти отлучен и не прощен. Значит, запрещение Богу помиловать грешника, потому что за гробом-то Бог решает. И счастье его, и душа его, с иудой предателем, и с распеншими Христа жидовы, и с арием, и с прочими проклятыми рекиками. «Железо, камень и деревеса да разрушатся и расслятся, а той да будет не разрешен и не разрушен, яко тимпан во веки веков». Этот собор определил, где следует пребывать душам после смерти. Здесь проявилось не только кощунственное нарушение свободы Божьего суда, но явленная и совершенная темнота духовного сознания. Откуда известно собору, в каком состоянии находятся распявшие Христа жидовы? Следует вспомнить слова апостола Петра. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и ваши начальники, сделали сие, то есть убили начальника жизни Христа, по неведению». Деяние 3.17 «Если по неведению, то вполне возможно и загробное прощение». Затем, почему собор знает, что Иуда и Арий находятся в одном и том же месте за гробом? «Бог за гробом определяет место каждому свое. У моего отца обители много, где пребывает в душе до страшного суда. Какое место? Бог никому не открывает». Никаких откровений об этом не бывает людям, живущим на земле. Это наиболее хранимые Богом тайны. Сказки, вроде поэмы «Дант» и «Ад», конечно, немало не раскрывают правды. Известное видение святой Феодоры, хождение души по мытарствам, не есть видение загробного мира, а только временное состояние людей согрешивших. Например, это видение скорее говорит о некотором движении души, как бы ее постепенном ощущении, а отнюдь не о ее навсегда определенном состоянии. Итак, собор 1667 года вносит в церковное сознание различные новые понятия, противоречащие святоотеческим. Так как собор до сих пор не признан разбойничьим, он способствовал извращению в церкви многих и важных истин. Напрасно думать, что не признав разбойничьим этот собор и не покаявшись в этом, церковь легко может обходить его постановление. И яд антихристов тонок, и действие в высшей степени скрыто от внимания членов церкви. Церковь земная не безгрешна. Может совсем запутаться в грехах, подобно Ладий Кийской, Откровение 3 глава. Эту истину необходимо помнить. Наконец, русская церковь канонизировала Иосифа Володского. Что значит канонизация члена церкви? Слава Иисусу Христу! Осьяна проверяет меня. Что значит канонизация члена церкви-то? Это значит, что все его учения, его жизнь, все, в чем он не покаялся, является для данной поместной церкви правдой. Следовательно, все, что мы изобразили, слова и деяния Иосифа, всего извращения Христовой истины, церковь русская признала за правду для себя обязательную. Конечно, верные сыны церкви с помощью Божией видят ложь, и ей не следует. То есть Иосифа Володского они не признают за святого, но, как мы сейчас сказали, антихристова ложь, введенная в церковь, совершенно незаметно извращает понятия и творит такие положения в жизни церкви, которые, почитаясь правдой, основаны на лжи. Итак, пусть действительность церковная говорит сама за себя. В начале шестнадцатого века еретиков жгли. Во второй половине этого века, как мы показали при Иване IV, не казнили. В семнадцатом веке опять начали жечь раскольников. И вот замечательно, мы видели, что человек гораздо более жестокий, чем царь Алексей Михайлович, великий князь Иоанн III, долгое время сомневался и не решался казнить еретиков, а между тем добрейший Алексей Михайлович даже не находит никаких возражений. И он, и его дочь Софья, не злая и умная, как правительница, соглашаются с легким сердцем убивать еретиков. Значит, в самой церкви очень ослабело главное ее свойство, чем она отличается от всех других обществ на земле. «Любовь» Иоанна 13,35 «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Понятие любви о ее действиях в церкви Христовой совершенно извращается у священнослужителей последних столетий. Апостол Павел говорил, что к слабейшему в церкви наибольшее попечение. Кто наиболее слабый-то? Ну, конечно, грешник. «Я грешных пришел спасти», — говорит Господь. Апостол Павел, обличая Коринфянам, в то же время неизъяснимой любовью, переполнявшей его послание к ним, вызвал у Коринфян великое покаяние. Только любовью к согрешающему брату можно вызвать его покаяние. Сердечным попечением, дружеской снисходительностью и горящей молитвой о нем. Понятно, что великие отцы церкви, как мы приводили слово святого Иоанна Златоуста, Игнатия Богоносца и, конечно, все верные свидетели Христовы, удерживали неразумных иерархов от проклятия Иоаннафима, ибо отлучение от церкви есть отлучение от любви братьев, отлучение от общей молитвы за брата. Значит, поставление его в такое духовное состояние, что в своем ужасном одиночестве он никогда не будет в состоянии покаяться, а напротив все более и более будет ожесточаться, озлобляться на всех и на все. Если есть еще, хотя тень оправдания у священнослужителей в отлучении от церкви еретиков, то что, кроме явно выраженного сатанистства, есть у тех, которые предают Анафими, проклинают так называемых «врагов государства», вот тебе и пиларет. Вместо того, чтобы сугубо, всесерковно, непрестанно молиться за них, они внушают всем ненависть к ним, духовно их истязуя, ибо ненависть и есть духовное истязание, и благословляя правителей истязать их телесно, они возглашают «это до тех пор, пока они не покаются». Но мы уже сказали, без любви люди не могут покаяться. Значит, здесь происходит суд и осуждение без Христа о тех, которые поставлены в блюсти любовь к церкви. Свидетельством всего сказанного нами являются не только факты, всем известные, но и нечто до сих пор еще не освященное, как бы скрывающееся от внимания церковного общества, тайное, о котором никто не говорит, а если увидел и понял, то боится об этом и думать. Но начнем с фактов. Анафема по приказанию светского правительства, по царскому повелению, патриарх Иосиф со священным собором на первой неделе Великого Поста 1670 года предала Анафеме вора и богоотступника и об ругателе святой церкви, стенку раздена со всеми его единомышленниками. В соборной Троицкой церкви в Глухове в 1708 году после литургии и соборного молебна совершен был обряд проклятия Мазепы, сочиненный, вероятно, Петром Великим. Священнослужители пропели над портретом Мазепы, украшенным орденом Андрея Первозванного, трижды Анафемовое имя. Анафема! Но по совершению проклятия палач потащил портрет по улице на веревке и повесил на виселице. Но еще более чем эти факты говорит о тяжкой болезни русской поместной церкви. Странности, назовем это странностью, очень высоких по своему благочестию, имеющих, несомненно, некоторые духовные дары священнослужителей. Чтимый народом священник, отец Иоанн Кронштадтский, часто говорил, что русскую интеллигенцию мало преследуют за антигосударственные деятельности, а революционеров мало казнят. Своей постоянно выражаемой ненавистью к Ольму Толстому вместо молитвенного добросердечия он, конечно, делал Льва Толстого еще более непримиримым к Христовой Церкви. Высокий богослов, епископ Феофан, затворник-то, Говоров, в письмах говорил, «Нужно ловить революционеров и вешать, вешать беспощадно». Если мы обратимся к проповедям и богословским произведениям русских ученых в священнических рясах, мы услышим и прочитаем целые вопли ненависти к атеистам и к другим заблуждающимся членам Церкви, к сраждущим, по выражению святого Иоанна Златоуста, братьям. Этим в народе они вызывают не любовь к братьям, а злобу. Предложим русской властвующей иерархии самый простой, вполне соответствующий духу святой апостолской Церкви Христовой вопрос. Если она решила всенародно отлучить от Церкви Льва Толстого, то почему она не прибегла сначала к великому делу христианской Церкви, наложению всенародного поста и молитвы за брата? Веря в милость Христа, она должна была это сделать, но вследствие неверия даже помыслить об этом не была в состоянии. Все сказанное говорит о духовной опасности для русского иерархического священства. Надевая рясу священническую, вновь посвященной находится под угрозой, кроме тех, кто по особому божьему соизволению получает неомраченное духовное зрение, как святой Серафим Саровский и другие болезни духа. Великолепную характеристику положения вещей, сложившемуся окончательно к XIX веку, дает историк Сергей Соловьев, сам сын священника, кавычки, бедная, материально зависимая, с односторонним устарелым образованием, может быть устарелым, оно может быть извращенным, или недуховным, или не устарелым, и особым семинарским языком духовенство превратилось в сословие низшее, отчужденное от так называемого «хорошего общества». Бедственное состояние русского духовенства увеличилось еще более разделением его на белое и черное, на черное, господствующее и белое, подчиненное. Явление, только дозволенное в древнее церкви превратилось в обыденное, наконец, в закон, по которому высшее духовенство непременно должно быть из монахов. Кто-нибудь хорошо учится в семинарии, ближайшее начальство начинает поставлять ему на вид, что ему выгоднее постричься в монахе и достигнуть высокого сана, чем быть простым священнослужителем. С этой целью, а не по внутренним нравственным побуждениям, переводя на язык святоотеческий без мановения Духа Святого, замечание автора книги, постригается в монахи, становится архимандритом, ректором семинарии или академии и так далее. Светские начальники все еще имеют более широкое образование, все еще боятся какое-то общественное мнение, все еще находят ограничения в разных связях и отношениях общественных. Тогда как высшее духовное лицо в своем замкнутом кругу, где остается, не встречает ни малейшего ограничения, оттуда не раздается никакой голос, вопиющий о справедливости, о защите. Тут невольно вспоминается знаменитого слицания доктора Гааза, митрополита Филариту, владыка, да вы забыли Христа, ставший монахом без нравственного побуждения, получивший воспитание в семинарии, где жестокость и деспотизм в обращении учителей и начальников, с учениками были тогда доведены до крайности, и где главная добродетель была поклонение перед начальством. Такой человек, ставший, наконец, повелителем из раба, не знал меры своей власти. Те ученые, монахи, которые подпадали человеческим слабостям, были, вообще говоря, лучше, они мягче относительно других, относительно подчиненных. Гораздо хуже были те, которые воздерживали себя, надевали лещину святости. В них раздваивалось необузданное честолюбие, зависть, страшное высокомерие, требование бесполезного рабства и унижения от подчиненных, ничем не сдерживаемая запальчивость относительно последних. Как известно, в XIX веке великую славу стяжал себе московский свилорет митрополит. Нет числа различным писаниям о нем, нет похвал, нет похвал, которые бы ему не расточались, как высокий облик иерарха, дальше мудрый святитель и другое. Он является как бы идеалом священнослужителей. Вот воспоминания о нем бывших семинаристов, академика Геллерова-Платонова и известного педагога Геллерова-Ф. Изображается экзамен в московской семинарии, где постоянно присутствовал митрополит Филарет, кавычки, на экзамене мудрый архипастырь и сам часто давал объяснения всегда отличавшейся глубиной и силой, а они устно разносились по ученой богословской среде московского духовенства. Такие возражения Филарета по богословской науки считались перлами. Зало набито до духоты. Масса московского духовенства ждут. Ректор и инспектор в ожидании владыки успокаивает волнующихся воспитанников, которым выпало на долю отвечать в присутствии митрополита. Ну, чего вы боитесь-то? Будьте смелее, чего бояться, ведь он наш отец? Так ректор успокаивает своих питомцев, держа конспект, который в руках у него ходуном ходит. Дрожит. Долго ждут в томительном тоскливом ожидании. Но вот зазвонили. Митрополит приехал. Все замерло. Оцепенелая жизнь обнаруживается только в ущищенном биении пульса и колыхании непослушного сердца. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Митрополита высаживают из кареты и ведут, почти несут по лестнице. Филарет садится. Что это? Важные величественные недоступные для нас смертных ректор склоняет колени и кладет перед митрополитом земной поклон, не фальсифицированный какой-либо, истовый, стоя на обеих коленях и прикасаясь клобуком к полу. Экзамен начинается, но вдруг все стихло и замерло. Едва слышится слабый голос. Митрополит делает возражение. Ученик отвечает иногда удачно, а иногда нет. Тут наступает страшная минута для ректора. Ты что скажешь? Доносится слабый голос. Ректор отвечает, конечно, больше счастья удовлетворительно, так как он сам долго приготовлялся к страшной минуте. Но иногда на неудачное объяснение ректор доносится слабый, но металлический холодный голос. Дурак! Ты! Это всегда обращение к черному белому ухтовенству, к светским обращениям на вы. Еще характерная отметка. Геров отвечал по математике и говорит он, кавычки, как сейчас вижу холодное и устремленное на меня глаза престарелого владыки. Все, кто не был еще малолетним ребенком до прихода в Россию нового строя, конечно, помнят и знают, что холод и страх были характернейшими качествами архиерейского сана. Архиерей, как бы по молчаливому соглашению всех, был самый почетный сановник города. Это была ходящая эмблема почета, а не живое лицо. По какому-то всеми исповедуемому архиерейскому этикету считалось в высшей степени неприличным епископу так или иначе обнаруживать себя в живых отношениях к людям. В храме он был окружен сложнейшими церемониалом. Архиерею было неприлично ходить пешком, он непременно ездил в карете, а через стекло окна благословлял встречных. И всюду, где бы не появлялся этот первый по почету сановник, вокруг него создавалась холодная атмосфера всеобщего отсуждения и страха, как перед языческим башком. Автор этой книги сохранил одно воспоминание с детства, оно неизъяснимой силой запечатлено в его памяти, кавычки. При переходе из приготовительного класса в первые десяти лет от роду, на торжественном акте гимназии мне был вручен похвальный лист за успехи. В первом ряду в креслах сидели первые лица города, губернатор, архиерея и другие. Награды передавались директорам по очереди высоким листам, а они вручали их подходящим для этого воспитанником. Мой лист оказался в руках архиерея. Когда он передавал мне, показалось, что он хочет меня поцеловать, и я навстречу протянул губы. Епископ со страхом, то есть полное нарушение этикета, откинулся в глубину кресла. Я повернулся уходить, но губернатор удержив меня сказал, вы забыли поцеловать руку владыки. На другой день в классе наш помощник, классного наставника говорил, смеясь. Иванов-то вчера хотел поцеловать архиерея. То, что десятилетний мальчик хотел поцеловать епископ, оказалось смешным. Лапзайте друг друга, лапзанем святым, говорит апостол Павел. Когда апостолы приходили в общину, наступала счастье, радость, горела любовь. Я не хочу писать вам пером, а хочу говорить устами к устам, то есть видеться, чтобы радость ваша была совершенной. Это апостол Иоанн говорит. Когда в народе появились Феодосий, Печерский, Франциск, Осийский, Серафим, Саровский, все сияли от радости и любви. А чего же архиереи стали столь несчастными, что только страх и холод сопутствуют их к появлению? А у Иоанна 13.35 написано «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою?» Эту величайшую истину, проповеданную Христом на Тайной Вечере, забыли многие великие богословы последних столетий. Они являются большими мастерами всякого утончения и углубления догматической истины, но не знают любви. Вот, например, какую превосходную характеристику дает профессор Голубинский «История церкви», родоначальнику таких богослов в Русской церкви митрополиту Даниилу, о котором говорилось выше, кавычки, «Вообще, как деятели и как нравственное лицо, мы знаем митрополита Даниила только с худых и совсем отталкивающих сторон, но в области письменного пастырского учения он занимает в ряду наших митрополитов не только одно из видных мест, но и место совершенно выдающееся, исключительное, решительно и необыкновенно возвышаясь над всеми прочими нашими митрополитами». Это в книге страница 520-523. «Пророк, ты признан Иеговой к служению правды на земле, призван. Такий же приговор суровый народу гибнущему в зле. Твой век пред Богом неприступен, твоя душа всегда чиста, ты духом бодр и неподкупен тобою Божьи уста». Глаголят Божьему народу, вещая милость и невзгоду. «Пророк, взгляни на свой народ и вишь, сметенную душою, своей лживою красою его несчастье гнетет. И близок он к падению снова и грозен гневно Иегова. Иди, пророк, ты в царство лжи и всем безумцам укажи, что кара тяжкая в грядущем использована им всемогущим». Александр Лавров. Вот на сегодня хватит. Спасибо.